Когда началась Российско-Грузинская война, что считалось, что это все с российской стороны, это полностью творение Владимира Путина. Но потом, как все помнят, Дмитрий Медведев рванул штурвал на себя и стал активно заявлять, что начать войну это именно его решение, именно его. Честно говоря, большинство моих друзей-журналистов отнеслись к этому заявлению президента спокойно. Например, я подумал так, в российском обществе очень любят сильного лидера, кроме того, вопросы внешней политики решает президент. Следовательно, решил я, Медведев просто вынужден сделать подобное заявление, чтобы граждане не думали, что все решает Путин. Вообще-то, подумал я, он, наверное, в душе хороший наш президент, потому что строить сколково, думать о законности, заявлять, что свобода лучше не свободы, это признак думающего человека. А думающий президент не может сегодня выпускать мудрые указы о воцарении законности у себя дома и не задуматься об истинных причинах, например, конфликта России и Грузии. И спросить себя, например, можно ли в другой стране раздавать свои паспорта, точно ли Саакашвили враг России. И самое главное, устраивал ли он геноцид в Южной Осетии. Если Медведев понимает, что означает на самом деле, это нехорошее слово. Так что про мои надежды на Медведева можно сказать известные строки. Я ждала и верила сердцу вопреки, мы с тобой два берега у одной реки, где два берега это мы с Медведевым, а река это наше общее государство, которое я люблю не меньше Медведева, возможно, даже больше, потому что борюсь за то, чтобы оно было человечней. Но президент наносит ответный удар. Все знают скандал с отказом Лукашенко признать независимыми 20% грузинской территории утверждениями, что в Кремле есть стенограмма и запись лукашенковских слов, где он это торжественно обещает. Потом, как известно, появились сообщения, что Медведев недоволен этими утверждениями. И вот сегодня финал истории. Кремль подтвердил, что никакого недовольства Медведева быть не может, но что идея слить записи это именно медведевская идея. Дмитрий Анатольевич, снимаю шляпу. Рад, что вы не прячетесь за спинами подчиненных. И я теперь точно знаю, что это именно вы автор идеи демонстрировать какое-то аудио или видео, что там у вас есть, где будут обещания Лукашенко. Что это доказывает для меня? Во-первых, то, что президент моей страны не понимает, что у президента другой страны могут измениться обстоятельства, которые могут привести к перемене решения. Ведь вы партнер Лукашенко, а не хозяин, правда? Или ваше ДКБ это секта, где расписываются кровью. И второе, теперь я понимаю, что вы обычный Путин, простите. У него есть Ходорковский до гробовой доски, у вас Грузия и все вокруг нее. Путин прилюдно лжет, что Ходорковский замешан в убийствах, а вы объясняете, какой ты про геноцид его народа от Саакашвили. А какой-то смотрит на вас и мечтает, чтобы вы побыстрее растворились, исчезли из его глаз долой, потому что ему не ваши размышлянцы нужны, а ваши деньги. И пока вы произносите бред про геноцид, он знает, что деньги будут, вы ими оплачиваете его кивки головой. Не знаю, как вы совместите модернизацию со старорежимной внешней политикой, но главную фразу «это я сделал, я» все хорошо слышат.